Я уже снимал ролик о том, что можно содержать в летнее время, проживая на даче. Знаю много людей, которые живут летом на даче, и многие из них занимаются просто растеневодством. А почему бы не завести тихую живность, которая даст целых три полезных вещества для вас? Здравствуйте, дамы и господа! С вами я, Санек, и вы на канале Улетный Батя. А это Лёвчик. Все время ходит рядом со мной. Хвостик, помощничек. Первое. Это мясо. Как известно, кроличье мясо. Гипоаллергенно, очень полезное, диетическое. Шкурки не берем в расчет. Шкурки, они никому не нужны. Их просто все выкидывают. Второе. Это то, что ваши все сорняки в огороде будут просто-напросто уничтожены. Уничтожены и переработаны кроликами. И третье. Это удобрение для вашего огорода, а именно кроличий навоз. Навоз, который не требует даже перепревания. Просто достаточно того, чтобы он высох. Был, кстати, у меня уже ролик про содержание в летнее время на своем участке. Курочек. Можете посмотреть на канале. Недавно выходил этот ролик. А теперь поговорим о кроликах. Для содержания кроликов, для выращивания кроликов, не для разведения, а именно для выращивания, достаточно будет вот такого небольшого ящика. Его длина 3,5 метра, ширина 1,10 метра. Здесь у меня разделено на 4 ячейки. Но я это все буду переделывать. Здесь будут исключительно ростовые вольерчики, в которых я буду выращивать кроликов. Сейчас это маточные домики. Также разделяем на две части. То есть вот эту стенку я уберу, и у меня будет одна вот такая ячейка. И с этой стороны будет такая же вторая ячейка. Такой ящик достаточно будет для того, чтобы вырастить шестерых кроликов. Этого достаточно, чтобы обеспечить себя едой, именно кроличьим диетическим мясом, на зимний период времени. То есть пока вы живете на даче, у вас кролики растут, дачный сезон закончился, вы их зарезали, забили. И после этого у вас есть кроличье мясо на Новый год, на 8 марта, на 23 февраля, на 1 мая, 9 мая. Шестушек у вас будет. Ну и один раз можно будет покушать просто для удовольствия. Одно из главных преимуществ содержания именно кроликов летом на даче, то, что они тихие. Они не кричат, не шумят, съедают всю вашу дикую поросль, сорняки, которые вы выпалываете, все равно их выкидываете. А тут у вас для пропитания ваших кроликов. И эти животные дают очень ценный отход, то есть навоз кроличьи, который можно даже не дожидаясь его перегнивания, добавлять в огород. Для того, чтобы вырастить шестерых кроликов, берем шесть. Можно вырастить трех, например. Но если попадутся два мальчика, допустим, и девочка, или две девочки и мальчик. А шесть, большая вероятность, что получится у вас 50 на 50. То есть мальчиков и девочек пополам. И клетку, ящик, который я показывал, в принципе, очень будет рациональной. Для того, чтобы вырастить шестерых кроликов, нам нужен вот такой мешок комбикорма. Гранулированного для кроликов. Этот комбикорм с сеном у нас. Два мешка. То есть, если вы постоянно даете кроликам траву прополотую, какие-то порченные овощи, фрукты, ботву от ваших растений, от моркови, от свеклы, двух мешков на шесть кроликов вам вполне хватит. Также можно использовать вот такие сетки. Я в летний период времени три сетки перемещаю по всему огороду. И мои биогазонокосилки работают постоянно. То есть, вот у нас помесь шиншилы и великана. Советская шиншилла порода и серый великан. И вот он у нас перемещается с места на место. Ну, в основном таким способом я перемещаю молодых кроликов. Ну, это у нас кролл-осеменитель основной. Поэтому он у нас всегда на вольном выгуле. Мы просто к нему девочек периодически подсаживаем. Идет дождик, и кролик нервничает на дна крытьево. Да, дождик. Вот они, сидят кролики, три ящика. Но, есть одно но. В сильную жару кроликов надо немного охлаждать. То есть, когда у нас стояла жара в тени 42-45, на солнце было 70-78. По спиртовому градуснику узнали температуру. А эти кролики должны находиться либо в тени, вернее, не либо в тени, а именно в тени по каким-нибудь деревам. И так же мы поливали в сильную жару под кроликами. Прямо под каждую клетку заливали одно ведро воды. И это помогало нашим кроликам пережить жару. Ну, я так думаю, это достаточный довод для того, чтобы завести в летнее время кроликов на выращивание. К тому же цена. Если взять, допустим, взрослого кролика, средняя цена от 800 до 1100 рублей. В зависимости от веса. Это за тушку. А если же взять молодого кролика за 250 рублей месячного, 6 штук, ну, это получится 1500 рублей. Плюс комбикорм. Два мешка по 600 рублей 1200. 2750 рублей. На выходе у вас будет 6 кроликов весом примерно 2,5 килограмма. Именно чистым весом тушки. Что равносильно 15 килограммам кроличьего мяса. При цене средней 400 рублей вы можете посчитать самостоятельно, что это получается 6000 выгода. Если вы купите 15 килограмм крольчатины, вам по деньгам это обойдется 6000. Если вы купите маленьких месячных крольчат по 250 рублей, 200 рублей можно найти. Я даже видел один раз на сайте объявлений кроликов по 150 рублей за голову. Соответственно, ваша выгода составит 3300 рублей. Я думаю, оно того стоит. Тем более, если вы живете на своей земле хотя бы в летний период времени. В принципе, на этом мой видеоролик можно заканчивать. Спасибо за то, что досмотрели до конца. С вами был Санек и вы на канале Улетный Батя. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»